Скажи, на сегодняшний день ты считаешь себя звездой дзюдо? Ничего не поменялось. Вот у тебя просто металлическая кругляшка лежит дома. Как это все получается делать? Ты должен выходить и в любой ситуации бороться. Поговорим про Инала Тасоева. А вот Инал, как назло, пришел и трудолюбивый, и талантливый. Дать совет для вот именно юных спортсменов. Иди и плачь в душе. Слушай, мне нравится все, что ты говоришь. О чем мы говорили? Друзья, всем привет. Сегодня у нас очередной выпуск дзюдо-подкаста. И в гостях заслуженный мастер спорта, вице-чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев. Здравствуйте. Тамерлан, приветствую. Ты приехал в Тюмень. Расскажи, как тебе город и как проходят твои дни? Город прекрасный. Бывал здесь в последний раз в 2016 году, когда был в резерве сборной на Большом Шлеме. Дни проходят, как всегда, это тренировки. Мы с ребятами работаем в зале ОФП. То есть я не выпадаю из плана, который нам сборная скинула перед тем, как у нас закончился вот последний сбор. Мы работаем, готовимся к этому сезону. И всё как всегда, только вот в перерывах, в выходные дни, скажем так, вот получается поприсутствовать на таких мероприятиях. Я очень рад, что ты приехал. Я на самом деле, правда, долго тебя ждал. И у меня очень много тем. Я надеюсь, мы всё сегодня успеем разобрать. Я бы хотел начать с семьи. В одном из интервью я видел твоего отца. Я думаю, все видели эти интервью. Я бы хотел поговорить о маме. Какую роль мама сыграла вообще в твоём становлении? Как она относится к тому, что ты начал заниматься дзидой? Как относится сейчас? Она, ну, в целом рада, хотя всегда говорила, вот у меня такая особенность. Отец всегда хотел, чтобы я был борцом дзидоистом в частности. А мама, она мне всегда говорила, что ты должен пойти на иностранные языки изучать, ну, чтобы в дальнейшем там послом работать и так далее. И я считаю, что у меня обе как бы более-менее получилось эти сферы затронуть. То есть я и получился более-менее как борец. И английский изучаю и практикую. По всему миру поездил. Какие-то там эмоции собрал, знакомство получилось. Сейчас могу, я достаточно себя комфортно чувствую за границей. А так, да, мама очень много вложила и в мои победы, и в мои становления, сил, труда, еды. То есть, да, она, я считаю, очень... Просто я не очень люблю как бы вот показывать эту сторону. У нас непринятым считается у чеченцев показывать как бы вот семейную, внутреннюю эту всю атмосферу. Поэтому там в интервью, в каких-то видео я всегда, когда мне говорят, давайте снимем дома, я предпочитаю отказаться. Ну, то есть это такая личная жизнь, которая должна оставаться личной. Да, мне бы хотелось бы, чтобы это немножечко было... Ну, немножечко такая завеса тайны, чтобы присутствовала. Ну, так вот на сегодняшний день мама переживает, или она там говорит тебе, продолжай в том же духе, чуть-чуть осталось. Или говорит, ну, слушай, хватит, может уже. Мама всегда на моей стороне в этом плане. Она говорит, ну, что ты хочешь, если тебе надоело, там, если тебе тяжело, не надо это делать. Если ты хочешь, делай. Она в любом случае меня поддержит. Всё, что надо будет сделать, она сделает. И я это больше всего ценю как раз-таки. Это та часть моей жизни, моей спортивной карьеры, которая мне очень сильно помогла в тяжёлые времена. Потому что такая поддержка со всей стороны и мамы, и отца, и моих братьев родных, я не знаю, мне кажется, мало у кого есть. То есть у меня никогда не было такого, чтобы ко мне подошли и сказали там, ну, сколько тебе уже лет, ну, у тебя там не получается, может, оставишь это? Зачем тебе надо? Никогда такого не было. Мне всегда говорили, полный вперёд, мы всё остальное сделаем. Блин, это очень здорово, что есть такая поддержка. И на самом деле это очень важно, потому что многие ребята, вот сколько я видел спортсменов, вроде перспективные, но начинаются какие-то проблемы в семье, и наоборот у семьи идёт. Слушай, ну тебе сколько лет? Давай уже на работу. Вот мы с Коваленко Колей подкаст снимали предыдущий, и у него как раз был такой диссонанс внутренний, что вроде что делать, надо уже работать. И папа говорит, вот тебе в нефтяной фирме место, и бороться хочется, и ты не знаешь. И вот он последний раз поборолся, и, в принципе, всё правильно сделал. Значит, в семье полная вообще такая поддержка идилли. Абсолютно. Это очень круто. Да, и, не знаю, мне кажется, что человеку нельзя, вот как Коваленко, или у меня тоже старший брат есть, у которых, человеку, у которого есть амбиции, ему нельзя оставлять спорт. В какой-либо мере, то есть он должен, я думаю, продолжать. Почему? Потому что этот человек, эта амбиция у него нереализованная, она у него, мне кажется, останется на всю жизнь. И он в 60 лет будет сидеть в бане, вот так держаться за голову и думать, а почему ты потерпел бы я ещё полгода. И поэтому лучше, чтобы твоя совесть как бы была чиста, чтобы ты свободен стал от этих всех дум. Лучше чуть-чуть потерпеть. Да, немножко пожертвовать, наверное, финансовым каким-то состоянием и так далее, но реализоваться всё равно у нас же самое главное – это наша голова, а не наше тело. Ты можешь в любой момент заработать, можешь потерять, но то, что у тебя твоя голова, она всегда с тобой останется на всю твою жизнь. Есть такие спортсмены, на мой взгляд, которым уже бы пора завершить и начать взрослую жизнь. Как отличить вот эту боязнь от другой жизни, где надо идти на работу, где бытовуха, но она съедает, скажем честно, если с финансами тяжеловато, это очень сильно чувствуется, и это видно. И вот как это отличить, когда ты вроде, ты иллюзиями не питаешься, то есть ты понимаешь, что да, я реально сильно и могу сейчас выстрелить, или всё-таки это такой некий обман, чтобы не идти в эту взрослую жизнь? Очень просто. Если ты хочешь тренироваться, то есть ты встаёшь каждое утро с кровати в смысле о том, что я должен достичь своей цели, это значит, что тебе ещё рано заканчивать. Если ты встаёшь опять на тренировку, сейчас эту разминку делать, и ты не хочешь уходить, потому что ты понимаешь, да кому я нужен сейчас такими знаниями, мне там 32 года, и вот я сейчас ещё лучше, ещё на России зацеплюсь, ещё годик зарплату пополучаю, вот это уже звонок. Здесь уже нужно этому человеку сесть и переосмыслить свою жизнь, немного подумать о том, что для него важно, потому что для него спорт уже, видимо, не на первом месте, если у него такие мысли в голове появляются. То есть если спорт на первом месте, надо двигаться, если там начинаются какие-то другие вещи, там, друзья, там, или уже какая-то более семейная жизнь, наверное, надо потихонечку... Да, нужно самое главное, вот я думаю, что внутренний голос свой слушать и анализировать, и тогда, я думаю, всё будет у человека, он хотя бы будет согласен с собой. Не будет такого самообмана, да? Да, зачем, зачем самого себя обманывать? Ты самому себе же не враг. Согласен. Я хочу поговорить с тобой о технике твоей. Бросок с колен очень логично подходит тебе по антропометрическим данным. В каком возрасте вы пришли с тренером к этому броску? И сто процентов ли ты поверил, что его надо делать? Или были ещё внутренние такие сомнения, я хочу там подхват? Это бывает такая проблема у спортсменов, ты ему говоришь, делай, пожалуйста, этот бросок, он вот, ты рождён для него, ну, я хочу подхват, да, как бы, и, ну, непонятно почему. Был ли у тебя такой диссонанс, и когда вы пришли именно? Вообще, если не ошибаюсь, сейчас, я не помню, раньше до 14 лет нельзя было делать броски с колен. Броски с колен, броски через грудь были запрещены у детей, как травмоопасные, либо слишком сложные, слишком сложная техника. А бросок с колен и бросок через грудь, это были два моих основных броска всю жизнь, потому что он реально антропометрия, со мной вышел высокий, и он взял верхний глубокий захват, и я его бросил через грудь. Он ко мне близко не полез, я подвернулся с колен, в клубок свернулся и выкинул. И, ну, по большому счёту, с детства я всегда смотрел там и видео корейских борцов, и там японских борцов, у них же в основном такая техника доминировала. Ну, по детству этого не делал. Потом, когда уже во взрослую, ну, более взрослую борьбу, там, 14-15 лет, я выдохнул, наконец, можно было делать мою технику. А потом, когда я начал уже со своим нынешним тренером работать, Дайчим Кириллом Захаровичем, он решил вывести этот, как бы, бросок в абсолют, можно сказать, чтобы не просто это был бросок, а чтобы у меня вся борьба строилась от него. То есть я должен был выходить и только делать бросок с колен. Из разных положений, из разных ситуаций. То есть создать такую модель борьбы, что человек, он либо упал с колен, либо ему надоело стоять, и он упал с колен. Очень хорошая тактика. Да. И я вот помню то, что когда я только вот я к нему перешёл, у меня техника была плохая очень. И вообще сам по себе физически я был не очень сильно развит. Это в каком возрасте? Это в возрасте 15 где-то лет, да. 14-15 лет, я думаю. И у меня тренировались два старших брата в общей группе. А я что делал? Вокруг татами, по краю. Я ходил, то есть и делал вот это выведение и скрестный шаг. Выведение, скрестный шаг. Полтора часа. Просто ходил вот так по кругу всех. В одну сторону, потом в другую сторону, в одну сторону, в другую. И вот так вот у меня какая-то модель именно вот это движение настолько наработалось, что мне уже не приходилось думать о том, как это сделать. Что на самом деле, наверное, самое важное от дзюдо. То есть ты должен до автоматизма доводить свою технику. И затем уже, когда я начал бороться по юношам, у нас первый год был, можно было еще ноги брать второй атакой. И у меня вот бросковый через звук, бросковый боковой переворот, они как бы были все равно главной техникой, потому что самое удобное. Ты взял, прихватил, тем более с моим ростом, как домкратик, поднял его и положил. А потом ноги запретили, и я вот уже переключился полностью на броски с колен. И вот эта вся техника. И уже от него, как тоже мой тренер говорит, Кирилл Захарович, как дерево, вот есть ветка, это вот спина с коленой, это ветка. От нее отходит отросток другой, это там какая-то продолжение. То есть если спина с коленой не получилось, там зацепы изнутри, задняя подножка и так далее, и так далее. И вот так вот мы пытались как бы развивать мою технику для того, чтобы у меня на все ситуации, на все случаи жизни было что-то, что моему сопернику не понравится. А не бывает такого, ты выходишь бороться, ты понимаешь, что ты уверен уже в этом броске, ты его знаешь. Такой, ну блин, хочется что-то другое как бы сделать. Есть такое внутреннее, или ты наоборот придерживаешься этой тактики, разработанной модели, и ни шага вправо-влево не допускаешь? Я вижу по броскам, что у тебя получается там много чего. Тут что говорите, подсечка великолепная, и в Токио просто невероятный какой-то бросок. Это знаешь, ну это что-то невероятное. Вот сейчас было, и я не знаю даже как это. Айкидо. Что-то из разряда айкидо. Вообще есть, ну есть желание. Я и подхват под одну всегда мечтал. Как я на него смотрел всегда, под детство, как он выглядел. Ну просто я понимаю то, что я борюсь не в своё удовольствие, я борюсь на результат. Если я хочу результат, я должен делать то, что мне этот результат приносит. Как раз таки, когда я борюсь в своё удовольствие, ну вот несколько было таких турниров, там когда вот я себе давал такую волю, скажем так, не то что фантазии, но давал волю своей мысли, что вот да ладно там, будь-будь, что будет, как я борюсь. Нет, вот несколько турниров последних. Это, например, в Азербайджане я так боролся, на мире я так боролся, который проиграл второй схват. Вот, пожалуйста, вот и результат. Но если я хочу результат, я просто понимаю, что я должен выйти, и как робот установку, если есть в голове, я её выполняю. Если я её правильно выполнил, всё, тогда я бы добился результата положительного. Если не выполнил, тогда иди и плачь в душе. Ты сейчас получаешь удовольствие от тренировочного процесса? Мне кажется, что невозможно от тренировочного процесса получать удовольствие. Невозможно, да, на таком уровне. Да, потому что всё-таки это всегда жертва. На таком уровне это всегда жертва чего-то. Ты своё время, мне 27 лет, и вот всегда у меня в голове вот эта мысль, я своё время трачу, ну, я свою жизнь трачу вот на это. И поэтому пытаюсь максимально эффективно тратить это время. И удовольствие получаю, наверное, когда тренировка заканчивается, и вот чувство выполнено долго, вот от этого я, наверное, получаю удовольствие. А так не сказать, что у меня прям, ох, вот сейчас приду, вот сейчас как начну. Эту разминку и учекоми, и потом там бороться с этими, кто мне верхний забирает и пытается согнуть меня. А мне тяжело, вот это кайф. Ну, на самом деле нет. Тяжело, сложно. Но результат того стоит. Есть любимая часть тренировки? Любимая часть? Я люблю больше всего, когда тренировка закончилась, я дополнительно начинаю сам работать. Вот это моя любимая часть. То есть то именно, что мне конкретно надо для моей борьбы, для особенностей, которые я использую, вот я, наверное, больше всего с этого кайфую. Ты сейчас вообще, ты понимаешь именно, что тебе надо, или это больше рекомендации тренера, или это больше какая-то уже внутри, ну, у тебя сформировалась картинка, ты взрослый спортсмен, ты понимаешь, здесь-здесь надо поработать, или всё равно, ты едешь куда-то, тренер говорит, слушай, это Мерлан, вот такие задачи обязательно после тренировки. Вот как сейчас? Мы с тренером всегда на связи, в основном у нас так и складывается работа, то, что он мне даёт какие-то рекомендации перед сбором. Вот, например, он смотрит соревнования, он говорит, вот, Мерлан, не хватает подвижности, надо поработать цепочки, там, скоростные, там, ну, у меня есть определённые цепочки, которые уже годами выработаны, там, или нужно, вот у тебя там, ты с колен не доворачиваешь, тебе нужно больше отработки сделать, там, с передвижением, и так далее, и так далее. Он мне даёт рекомендации, у меня уже есть в голове все эти модели, что мне нужно делать. Я это прорабатываю, потом в следующий турнир он смотрит, да, вот, есть позитивный результат, или нет, там, о, ты что-то двигался тяжело, видимо, вес набрал, там, надо с весом поработать. И вот так вот у нас устраивается модель взаимоотношений с тренером, и вообще вот подготовки к тренеру. А так у меня, ну, не хочу хвастаться, большой опыт есть. Это факт. Да, и я уже, все это уже много раз пройдено, я понимаю, что вот, когда, если я там в 10 минут голлдскора не выдержал, это значит, ох, я булок переел на этом сборе, там, весил много. И у меня даже есть, ну, чёткое понимание того, сколько я килограммов вешу, когда я взвешиваюсь на соревнованиях, сколько я минут дополнительно временно выдержу. Ничего себе. Да. Ну, это сильно, если есть настолько понимание. Твоя фраза, чтобы хорошо бороться, надо много бороться. Помимо борьбы, что для тебя ещё является таким ключевым звеном, вот именно исходя из твоего опыта? Кроссы, ОФП, тяжёлая атлетика, канаты, вот какие-то такие упражнения, в которых кроется залог именно такого, ну, ближе к идеальному дзюдоисту, что ты, да, много борешься, много техники, понятно, тактическая работа, и вот что ещё, в чём вот такие, может быть, кроются? Мой тренер всегда говорил, что у меня две, очень-очень такая своеобразная фраза, он говорил, что у тебя твоя фишка, ты не самый быстрый, ты не самый сильный, не самый большой, говорит, твоя фишка – это умная скорость, так называемая. Можно согласиться с этим. Я сейчас попробую раскрыть эту тему, то есть, если есть место, я там ускорение делаю, я быстрее всех не побегу, но на дальней дистанции, то есть, я могу перетерпеть человека, и я эту среднюю скорость во время схватки я поднимаю выше, чем кто-либо другой, то есть, я не знаю, это как вышел, и как юла начинаешь крутиться, то есть, начинаешь максимально создавать сопернику проблемы, и максимально много с собой закрыть время схватки, то есть, чтобы у человека просто не было времени, чтобы сделать попытку. И вот эта работа, которую я пытаюсь постоянно выполнять, это как раз-таки у нас разработаны тренером цепочки, то есть, это скоростная работа, длительная, там, 6 минут работы, там, 50 секунд, грубо говоря, работы, 10 секунд отдыха, да, на максимальном темпе. Вот, например, там есть упражнения, там, тяга, там, передвижения какие-то, и задача, всегда мне тренер ставит задачу, ты, говорит, не должен думать о том, что у тебя следующая минута есть, ты в этой минуте все, что в тебе есть, выкладываешь, то есть, максимальный темп, там, подвороты, вот ты первую цепочку делаешь, первый круг, ты максимальный темп вкладываешь, и не думаешь о том, что сейчас тебе будет вторую делать тяжело, и вот так эта привычка, она потом сохраняется на соревнованиях, я выхожу, я первую, и первую, и пятую минуту в одном темпе выдерживаю. То есть, вот, ты думаешь, ты думаешь, да, исходя из опыта, что вот эти цепочки, они очень много дают, то есть, в плане вот именно твоей особенности. Я не знаю, дают они много или нет, но я их очень много за всю свою жизнь сделал. Если они ничего не дают, то мне будет очень обидно. Ну, еще какие-то есть упражнения, которые тебе кажутся такими ключевыми? Ну, ключевые, это всегда работа на захват, очень, очень, сейчас, тем более, когда есть срыв двумя руками, очень важный элемент стал, сильно захват держать, понимание того, как перестроиться, для того, чтобы если тебе неудобный захват взяли. А так, тяжелоатлетика, не знаю, я просто, ну, я фанат, мне нравится тяжелоатлетика, да, вот это я в себе в кайф могу сделать, там, рывок сделать после тренировки, там, шунг и так далее. А так, наверное, вот захваты, и, ну, чисто для меня, это вот такая скоростная работа на выносливость. Перейдем к психологической твоей подготовке. Вообще, готовишься ли ты, как-то настраиваешься, потому что видно, что ты всегда собран, уверен, и, ну, это видно со стороны очень сильно, как это происходит, и в какой момент, может быть, в жизни твоей был переломный, вот для, особенно для детей, я думаю, это будет интересно, для юных спортсменов, когда переходный возраст очень часто горит, начинает какое-то волнение постоянно происходит, когда ты перестал волноваться, или все еще присутствует этот мандраж? Волнение, оно никогда никуда не уйдет, хочу многих расстроить, это, на самом деле, пока ты живой, ты волнуешься, ты переживаешь, потому что тебе важен результат, и это только... И многие думают то, что, особенно дети, они часто думают, что от волнения нужно избавиться, что это враг, но на самом деле нет, волнение – это наш самый главный союзник, потому что, если это понимать, это намного легче становится, его принять, это волнение, потому что, что такое волнение? Это особенный способ работы организма, при котором он включает все свои скрытые силы и начинает работать на 100%. Вот если это понимать, то, что ты волнуешься, это неплохо, это хорошо, и значит, твой организм, он готовится к тому, что сейчас будет тяжело, и он будет работать сильнее, чем на тренировке, поэтому к этому не нужно относиться как к чему-то негативному, просто иногда нужно для себя принять то, что да, сейчас будет тяжело, надо это потерпеть, и все, и вот с этой мыслью выходить, не думать то, что ох, все, надо там выпить этого, как карвалол, или что это, валидол выпить, чтобы это там... Конечно, есть такая проблема, что многие уснуть не могут перед соревнованиями, и у меня, один раз, вот, наверное, один единственный раз было такое в жизни, когда на чемпионате мира по юношам я поехал, во Флориде у нас был, в Майами, я первый раз в жизни сгорел, сгорел так, что я не знаю, что это, это даже рассказывать стыдно, я неделю перед соревнованием не спал. Ты за 30 секунд, да, там проиграл? Я летел 12 часов, проиграл за 30 секунд, и неделю там мы прожили, чтобы акклиматизироваться. Ты неделю не спал? Я не спал 2 недели перед соревнованиями, я спал по 2 часа в день, и я думал, что это, думал, о, это типа там, там организм настраивается, нет, на самом деле, я просто реально переживал в тот момент. Я для себя понял, что есть такая психологическая у меня, ну, психологическая защита, можно сказать так, то, что почему, почему мы переживаем? потому что мы боимся, что будет негативный результат. Я просто перестал бояться негативных результатов. Я для себя каждый день, когда вот у меня вот перед соревнованиями, бывают, появляются такие мысли, а вот если я проиграю там, а вот что будет? Я себе говорю, мне все равно на результат. Мне не важно, как я отборюсь, я стану первым, я проиграю, но я выйду, и все, что во мне есть, я оставлю на ковре, и все остальное вообще не важно, потому что мне важен тот опыт, который я в итоге получу, а не то, что обо мне подумают там люди, то, что вот какой он молодец, или ой, да это слабак, что его, что он приехал сюда, мне это не важно. Я хочу вот получить эту мудрость, если я проиграл, я получу больше опыта, если я выиграл, я получу меньше опыта, но в любом случае, я пойду до конца, и все. А когда ты последний раз в жизни вот так волновался, не связанно с дзюдо, то есть дзюдо мы определили, это вот чемпионат мира во Флориде был, прям такое сильное, с которым ты не смог справиться, а в жизни было такое? В жизни. Последний раз? Да. Я покупал квартиру, и там двухнедельный дается срок, чтобы ее оплатить, я вот последний день успел только заплатить, из-за этого, из-за этого переноса, я играл, я каждый день, как раз это было перед каким-то турниром, я каждый день ездил в банк, чтобы, ну, перевод сделать, и там постоянно какие-то проблемы, то там биометрию они мне не могут сделать, то какой-то там документ не дошел, и вот реально как на соревнованиях сидел. Все получилось? Да, вроде как все хорошо. Перейдем к БАДам. Слушай, большие физические нагрузки в сборной, понятно, постоянно на сборах, ресурс организма, он не вечен, он истощается, что ты пьешь? Начнем с того, что я амбассадор Русада, и как амбассадор Русада, я не могу рекомендовать никакие биологически активные добавки, потому что всегда присутствует риск загрязнения, который может привести к положительному допинг-пробе. То есть какие-то даже такие БАДы обычные, то есть условно там поливитамины. Я ничего не могу рекомендовать. Все, я понял. Но если бы я не был бы амбассадор Русада, есть классический набор, это рыбий жир, БЦА, и изотоник. Такая вот. А еще если бы ты не был амбассадором, тебе как-как? Ну, протеин и креатин окей? Протеин и креатин окей. Ничего такого. Это все зависит от того, какой вы работой делаете. Если вы набираете, протеин поддерживает мышечную массу. Ну, набираете. Если вы набираете выносливость, то креатин поддерживает тоже выносливость с этой части. Но как амбассадор Русада, я не рекомендую. Я понимаю. Поговорим про первенство мира в 2015 году. Ты его выиграл. И был такой момент, ты сам об этом рассказывал в интервью, что хотелось завершить свою карьеру, уйти на таком, на пике, да, определенном. Но потом, перегорив с тренером, подумав, решил все-таки остаться. И те слова были, что если уходить надо, то уходить надо на пике. А как понять, когда он этот пик? Вот сейчас ты призер мира, призер Олимпийских игр. Что еще надо? Что тебе не хватает на сегодняшний день? У меня было три всегда медали, которые я хотел золотые. Токийский шлем. Из Европы тоже есть. Да. Ну, Европа это такое. Всегда считал, что Европа это такое минимальное, после которого можно уйти, чтобы потом, ну, хотя бы какое-то звание такое громкое. То есть чемпион Европы уже ты можешь как-то дзюдо оставить и в каком-то другом направлении все будут говорить, да вот он чемпион Европы. Но у меня всегда было три главных медали, которые я хотел. Это Токийский шлем, который, да, у меня, к счастью, теперь есть. Это чемпионат мира золото и Олимпийские игры золото. И вот это всегда мне хотелось этого достичь. Изначальный план вообще был шикарный, когда вот я по юношам выиграл чемпионат России и потом по юниорам чемпионат мира. У меня первый как-то появился план. Это в 18-м году золото с мира, в 19-м году золото с мира, в 20-м году золото с Олимпиад, в 21-м золото с мира и все. Ты бы так смог отпустить, думаешь? До свидания. Я мог отпустить уже после юниорского мира. Почему бы и нет? Не отпустил. Да. На самом деле, я иногда часто думаю, что чувствую после соревнований пустоту такую в душе. Особенно после какого-то турнира, в котором ты реально к нему шел, ты его поставил как свою цель. И мне кажется, что вот эта пустота как раз-таки она нас толкает к тому, чтобы завершить карьеру спортсменов. То есть ты достиг своей цели какой-то, и когда ты еще молод, неопытен, ты думаешь, вот я сейчас это выиграю, и у меня крылья вырастут просто. Ну что-то такое произойдет, какая-то метаморфоза и в организме, и в голове, что вот все, вот эта другая жизнь начнется. А потом оказывается, что на следующий день ты так же ходишь по земле, как и все остальные, и ничего не поменялось. Вот у тебя просто металлическая кругляшка лежит дома, и все. И вот это, я даже думаю, что это немножко расстраивает, потому что ты вот так возвышаешь в своей голове, о, это что-то будет. А это, ну, ну молодец. Ну то есть даже некое разочарование, что ты так превозносишь, да, вот это первое место, ты выиграешь, ну и что, да. Да. Часто это бывает? Сейчас уже не бывает. Сейчас я уже смирился с тем, это всего лишь, это всего лишь какой-то этап в жизни, да, тебя там, два дня тебя поздравляют, большой молодец, и жизнь идет точно таким же чередом, как раньше, как как раз-таки мне эту мысль еще вложил тоже тренер мой, он говорил, ты для меня чемпион три дня. Вот поскажет уже нервам, мне говорят, ты для меня чемпион три дня, потом все, все по-новому, все как по-старому, мы работаем, как работали. О чем мы говорили? О том, что, ну вообще ты про медали начал, то, что небольшая такая пустота образовывается, и что карьера завершается. После вот именно той победы были ли еще моменты, когда ты хотел завершить карьеру? После Олимпиады? Вообще, после Олимпиады? Нет, вообще вот ты выиграл тогда юниорское первенство мира, да, у тебя была такая мысль, что вроде как бы хочу, а еще были, то есть может быть после Олимпиады, там что-нибудь, ну вот как-нибудь. Ну был момент, когда я получил травму колена, операцию сделал, и достаточно много, восстанавливался, полтора года практически, и вот очень тяжелое время был, период, потому что это, ну первый опыт был мой такой, особенно с коленом, я часто там, и ребята со сборной, они мне рассказывали, ну кто уже прошел через это, они говорят, да у тебя там министр, там за два месяца уже будешь с колен прыгать, а я полтора года восстанавливался, и у меня реально была в голове идея, что я не восстановлюсь, и это конец будет. Обидно было, ну я вот поработал, я перетерпел, еще мне, не знаю, можно ли так сказать, или нет, что повезло, что карантин начался, и это сильно мне позволило восстановиться сильнее, то есть я там уже там через 9 месяцев хотел выйти на соревнования, ну колено, я говорил, что все хорошо, на самом деле все было очень плохо, колено меня беспокоило сильно, было не докачано, практически как костыль, грубо говоря, я не мог полностью пользоваться, ну вот как раз из того, что произошло вот это вот, то, что произошло с ковидом, я смог уже полностью восстановиться и уже вернуться в обойму, а так после Олимпиады, конечно, было это чувство, были очень серьезные, не то, что мысли, уже были планы, я после Олимпиады еще одну операцию сделал, тоже самое забавное, что обе операции, два колена прооперировал, я сделал из-за того, что первое, из-за того, что перепахал, когда надо было, организм спросил, не надо, тамерлан, остановись, я не остановился, травмировался, а второе, наоборот, потому что не допахал, когда тамерлан, надо похудеть, а я после Олимпиады 12 килограмм набрал, неплохо, да, шашлыки были вкусные, я 12 килограмм набрал и со своим большим весом начал делать технику, которая не рассчитана, ну спина с колен, у меня есть определенная отсечка, когда вот уже нельзя, больше 130 я вешу, нельзя мне с колен прыгать, я прыгнул, травмировался и еще одну операцию сделал, а потом нам запретили выезд на международные соревнования, то есть нам сначала говорили, что мы в 22 году поедем на мир, я к нему готовился, я думал, вот сейчас я мир выиграю и можно будет, чемпион мира, медаль Солимпиады есть, можно будет оставить, нам, нас не пустили на этот мир и через год мы опять готовились к чемпионату мира, но тогда я уже, честно, я не верил, что мы поедем, я до последнего 99% думал, что нас не пустят, в 23, да, получается, это у, который в ДОХе был, да, я тоже не верил, я не верил, я не верил и не готовился, ну, как готовился, вот общий план есть, я пришел, отработал, да, и ушел, потому что я думал, вот сейчас нам скажут, мы не едем, и на следующий день я, у меня уже пост был готовый, то, что я спасибо всем, да, всего хорошего, да, и мы поехали, я там позорно проиграл, ну, для меня позорно, для тебя, да, и вот тогда у меня что-то в голове щелкнуло, что надо, да, то, что, ну, если я уже, если я здесь уже, то надо уже до конца дожимать, как, как тоже, ослан бегших гиреев, мой второй тренер говорит, забрал, опустил вниз, и полный вперед, хорошие слова, то есть, если бы вы не поехали на мир, то, скорее всего, ты бы завершил карьеру, вот это да, поговорим про Инна Алта-Соева. Давайте поговорим про Инна Алта-Соева. Мы разговаривали с ним тоже о тебе, он очень хорошо к тебе относится, такие теплые отношения. Когда объявили состав на Олимпиаду, что тебе Инна Алта-Соев сказал? Ну, он мне сказал, что ему, у него ко мне претензий никаких нету, то, что там у него, то, что ему просто обидно, что вот он столько работал, потому что не получилось. А так, мы особо это с ним не обсуждали, но для него это, я думаю, больная тема. Для меня бы это еще, наверное, тема больнее была бы. Поэтому ничего, ничего плохого, он сказал удачи, и все, уехал со сбора на тот момент. Ну, я его тогда понимаю, он, ну, тяжело, тяжело находиться, когда ты столько к этому шел, и там тебе говорят нет, очень тяжело дальше работать хоть как-то. Отношения у вас поменялись после этого? Я бы не сказал, нет, я думаю, что у нас достаточно хорошие отношения, но он взрослый человек, и он понимает то, что это спорт, это не личная какая-то неприязнь, то, что там я у него кусок хлеба отобрал, грубо говоря. Я надеюсь, что нет, уже у нас хорошие отношения. Я к нему отлично отношусь, он и хороший парень, веселый, и с ним работать приятно, и конкурировать приятно, на самом деле, с таким человеком. У меня всю мою жизнь, вот до Иннала всегда была конкуренция с соперниками, которые вот, например, вот он талантливый, но он не любит пахать. Вот я думаю, вот я его за счет там пахоты могу обойти, или там, вот он там высокий, а я низкий, вот там за счет трудолюбия, за счет того, что я там раньше прихожу, позже ухожу, а вот Иннал как назло пришел, как камешек в кроссовке, вот он и трудолюбивый, и талантливый, и у него голова работает, и из-за этого очень тяжело, но из-за этого еще более интересно. Интересно. Да. То есть это вообще удивительно то, что в сборной вот такие два спортсмена, еще есть много ребят, которые очень хорошие, которые тоже могут преднедовать, но не было ли мысли у тебя вообще переехать за другую страну не в связи с этим, а вообще, может быть, даже и в связи с этим, вот сейчас, например, цикл олимпийский, было ли такое что-то? Ну, у меня не было, у меня было несколько предложений, но я их серьезно не рассматривал с точки зрения как спортсмена, потому что все-таки мне эта сборная очень много дала, и это было бы некрасиво, как бы воспользовавшись всем тем, что, чему я здесь научился, сколько там мне было вложено сборы, зарплаты, там, премии какие-то, это все, это было бы некрасиво, но мне сделали предложение как тренеру, и вот их я серьезно рассматривал какое-то время. А можно сказать, какие это были страны? Нет. Это останется секретом? Это секрет, да. Хорошо, вернемся немножко к Эйналу, если вот сейчас представим на секунду, что Эйнал едет на Олимпиаду, что бы ты ему сказал? Ничего, сказал бы, удачи, покажи лучшую свою борьбу. Насколько сильно бы внутри вот все так оборвалось? Ненасколько. Ненасколько? Нет, я, я верующий человек, и я верю в предопределение. Если мне суждено этого достичь, то я этого достигну, если не суждено, слава Богу. Это значит, что Господь меня от чего-то плохого уберегает. Поэтому для меня самая важная не столько физическая победа, ну, там, выиграть Олимпийские игры, там, выиграть чемпионат мира, конечно, было бы приятно их иметь, но для меня больше духовная победа над собой, она важнее. То есть, в том числе, духовная победа над тем, что я должен принять то, чего я к чему-то шел, но этого не получил. Это очень сложно. Согласен. Но это как раз-таки и есть жизнь. Это сложные моменты, которые мы перебарываем. Если бы их не было, это была бы не жизнь, это был бы рай. Согласен. Последний какой-то сложный момент, который у тебя был, который тебе надо было перебороть. Можешь так вспомнить? Последний момент. Последний момент. Кроме покупки квартиры. У меня стресс был большой, честно говоря. Не знаю, наверное, Якуб, помощь из зала. Да нет, давно таких не было. ну, давно таких не было. Ну, вот принятие чемпионата мира, наверное, то, что когда я проиграл, то, что на тот момент я не первый номер. Я должен был принять это. Я должен был себе сказать, да, я себя пожалел, совершил самую большую ошибку, которую раньше не совершал. Я сказал, вот, ты крутой спортсмен, ты можешь отдохнуть, типа, ты не можешь не готовиться. Сейчас выйдем, бахнем мир, не переживай, если что. Я себя пожалел, и мне пришлось сесть и признать свое эго чуть-чуть. Чуть пониже, да? Да, то, что, нет, ты не крутой. Ты крутой спортсмен был, когда ты работал, а сейчас ты вообще никто. Так можешь сам себе сказать? Да. Это наоборот, мне кажется, человека сильнее делает, если я сам себе говорю, если я признаю, да, я никто, но я сделаю все, чтобы кем-то стать. А становится ли человек сам легендой, если выигрывает легендарных спортсменов, каких-то звезд дзюдо? Не думаю. Не думаешь? Нет, на самом деле, тем более, если выигрывает только один раз. Это Деринар легенда? Да, вполне легенда. Как ты к нему сейчас относишься? Да, для меня это всегда, вот он легенда с точки зрения своего результата, да, спортивного, и я к нему так и отношусь, это легенда с точки зрения спортивного результата, а так нормально отношусь, вполне. Ну, это человек, с которым приходится считаться на международной арене, как к человеку, отношусь к которому надо готовиться, чтобы его выиграть. Вы общаетесь как-то вот вне татами? Никак. Никак? Никак. Скажи, на сегодняшний день ты считаешь себя звездой дзюдо? Объективно давай. Объективно? Ну, наверное, я столько за последние две недели этих интервью дал, наверное, можно сказать, что такая звездочка, чуть-чуть, которая еле-еле светит. Это кружит тебе как-то голову, что вот такое внимание? Не мешает ли это бороться, общаться с людьми просто как бы все равно, знаешь, те спортивные результаты за плечами никуда же не проходят, это все равно формирует человека. И в каких-то, может быть, простых ситуациях ты такой, ну, это вообще не мой уровень, я вообще-то уже совсем другой человек. Мне вообще все равно, мне на результаты все равно, и я пытаюсь, всю свою жизнь я пытаюсь себе эго подавить, потому что это основа религии, то, что ты в себе вот это самолюбие должен его принижать, потому что это ненормально, когда человек считает, что он заслуживает чего-то большего, чем у него там, ну, он заслуживает чего-то большего, чем другие люди, которые там чего-то не добились в жизни. Ну, например, ты же сделал что-то большее, чем другие люди, или чтобы чего-то добиться? Я имею в виду, что заслуживает в точке зрения, то, что к нему должно быть какое-то особое отношение. Да, то, что ему как бы... Люди начинают думать очень часто, что по праву рождения ему что-то дано больше, чем другим. И это, наверное, самый худший, самый неприятный в человеке черта. А как с этим бороться тогда? Ну, то есть ты же всё равно понимаешь, что у меня такие спортивные результаты, внимание со стороны других людей. Ну, как вот ты себе говоришь, Тамерлан, я такой же человек, или как это происходит? Всё равно это, ну, как-то должно сказываться именно на таком самолюбии каком-то. Людей не бросать, когда они спиной разворачиваются. Какие-то такие вещи, как с ним бороться? Я борюсь, я... Самое главное, что я, наверное, для себя понял, как с этим бороться, нужно... Вот очень часто бывает какой-то спортсмен, который добился результата. Например, он выиграл, там, чемпионат мира, грубо говоря. Ладно, сейчас кто-нибудь скажет, что я про Инала говорю, или этот... Чемпионат Европы он выиграл. И ему говорят, вот у тебя через два месяца там будет большой шлем, например, там, или там какой-то турнир. И говорят, типа, ну, поедем? А он говорит, типа, нет, я не поеду. И он говорит, это не потому, что он не готов, там, или потому что это не надо, а потому что он боится это звание, что оно у него... Это корона спадет, грубо говоря. Ну да, у нас фитспорта такое, то есть это как бы не страховка от того, что тебя не выиграют на следующем турнире. И вот это, мне кажется, то, что как раз-таки нужно делать, чтобы свое самолюбие подавлять. Ты должен выходить и в любой ситуации бороться. Не важно, как ты себя чувствуешь, как ты хочешь бороться или не хочешь. Тебе как дойдут по зубам на соревнованиях, наоборот, это хорошо. Ты тогда поймешь, что вот у меня... Я не такой крутой, оказывается, как это. Вот, да, в этот день я был там хорош, я себя показал. Ну, следующий день наступил, и я уже другой человек. Сколько ты можешь дать себе отдохнуть после какого-то там триумфа или победы на соревнованиях? День, два, три, и как ты отдыхаешь? Обычно три дня я отдыхаю. Когда, ну вот то, что мне тренер сказал, ты для меня чемпион три дня. Поэтому три дня. Ну, обычно всегда со семьей провожу время. У меня такого нету, что отдых прям, отдых там, поехать куда-то на Канарские острова или... Все обычно, не знаю. Поехать на дачу, может, там посидеть, шашлыки пожарить. Ну, шашлыки я слышу уже второй раз. Шашлыки, да, шашлыки, больная тема. Можешь ли ты кого-то из иностранцев сейчас назвать другом, с кем общаешься, дружишь? Определенно есть Аарон Фара, это австрийец, который сто килограммов борется. Я с ним очень хорошо знаком. Я у него был в гостях даже. Ну, меня приглашали на Бундеслигу, я боролся за его клуб, у него гостил. Вообще все австрийские ребята, там и Шамиль Борчашвили, там и Бубанджа есть такой. Раньше боролся парень. Тоже с ними очень весело, хорошо время проводил. И на сборах всегда хорошо общаемся. А так вообще со всеми практически хорошо. Общаемся, потому что не просто так называется семья дзюдо. Из иностранцев. С японцами иногда тоже общаюсь. Получается? Да, но с теми, кто хорошо английский знает. Их не так много, да? Да, не так много. Я хотел поговорить, что о твоем жести, когда ты выиграешь, такое вот рукопожатие, что это символизирует, что это значит? Ну, ты его довольно часто применяешь. Ну, это типа... Я как бы хочу сказать всем спасибо за этот всем... Как... Я не знаю, как сказать. Общая рукопожатие. Наверное, это... Мне там Якуб Шамила говорил, такая в Японии выигрыш, надо, говорит, жест этот сделать, как этот... Как сумоист такая празднует. У них такое есть, они как на корточке садятся, и вот такое движение рукой делают, и деньги забирают. Ну, что-то... Я подумал, что это будет... Не очень. Ну, да, может быть, они это воспримут наоборот, как, может, какое-то издевательство, или что-то еще. У них же очень культура глубокая, поэтому решил классикой обойтись. Я хочу поговорить сейчас о твоем клубе. Для меня, на самом деле, мы сейчас сидим в моем клубе, и просто в голову это не вмещается, как можно иметь свою школу и быть спортсменом, быть задействованным постоянно на соревнованиях, жить вот этой жизнью, ведь действительно и надо жить, и иметь свой клуб. Я смотрю по социальным сетям, кстати, все очень классно развивается. Спасибо. Есть наставники, очень классная экипировка. Кстати, Тамерлан привез подарок, за это огромное спасибо. Как это все получается делать? Изначально после Олимпиады у меня есть мой товарищ и друг Руслан Гасанов-Гурбанович. Он вместе со мной занимался дзюдо, мой старший товарищ, на 7 лет, если не ошибаюсь, он у меня старше. И он тоже тренировался у моего тренера. Мы с ним много общались, он потом закончил профессиональную карьеру, он перешел в тренерскую деятельность, очень хорошо начал развиваться в этом плане, очень высоких достиг результатов. И как-то параллельно моей карьере он меня время тренера приглашал к себе в школу, то есть для мастер-класса, на соревнования и так далее, и мы с ним много обсуждали, я тоже ему говорил, что у меня есть амбиции тренерские определенные, что мне хочется развивать дзюдо, в том числе массовое дзюдо, чтобы его популяризировать. И вот после олимпийских игров он мне сделал предложение, он говорит, давай, вот у меня есть опыт открытия школ, и у меня есть там административный ресурс определенный, который мы можем, я могу тебе помочь открыть свою школу. И вот так мы с ним скооперировались, у нас коллаборация такая получается, его сеть школ называется Olymp Sport School, и он мне помог, мы нашли помещение, договорились о том, чтобы его взять, там положили татами, все сделали, ремонт красиво. Один нам тоже человек очень сильно помог, нам полностью ремонт оплатил, за что ему большая благодарность, но он захотел остаться инкогнито, поэтому я его не буду называть. Здорово. Да. И вот так вот потихоньку-потихоньку мы открыли, мы положили татами, провели определенные мероприятия, для того, чтобы детей познакомить с дзюдо. И самое удивительное, то, что у нас первая тренировка была открыта бесплатно, но к нам пришло 40 детей. А я очень сильно переживал, потому что я школу назвал своим именем. Изначально хотел назвать школу Икигай. Икигай – это такое есть понятие в японском, смысл жизни по-японски, когда там четыре составляющих соединяются вместе. Это то, чем ты занимаешься, то, на чем ты зарабатываешь, то, что ты любишь, и то, что нужно людям. И вот это, если ты все эти правила соблюдаешь, это получается, ты счастливый человек, ну, счастливо, счастливо живешь. А затем мне брат мой сказал, средний, то, что назови своим именем, потому что это будет показывать то, что ты головой своей отвечаешь за результат. Поэтому я назвал Большая в дзюдо-скул. Мы провели мероприятие, к нам пришло на первую тренировку 40 детей. Это хороший результат. Да, это на самом деле очень-очень хороший результат. Я удивился. Но самое, что удивительное, что первую тренировку я проводил вместе с тренером, которого мы наняли, Руслан Магомедович, привет, осталось 37. То есть 3 ребенка ушло у нас только. Это супер. Да, я, честно, я был в шоке. Я не думал, что так получится. Сходу первый опыт мой, и я был очень рад. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы набрали еще больше детей. И вот она до сих пор у нас работает. И вот каждый раз, когда я приезжаю со сбора или соревнований, у меня эти 3 дня отдыха, один из этих 3 дней я посвящаю этой школе. Я приезжаю, я вместе с тренером работаю в поле, можно сказать так. Я смотрю, чему он их научил, я какие-то корректировки вношу. У нас там уже механизм налаженный. и в том числе во время того, как я нахожусь на сборах, у нас есть своя группа, в которой мы общаемся, мы обсуждаем вопросы, он мне в любой момент может позвонить, какие-то сказать, вот это не получается, вот какие там техники дальше, и так далее, то есть все, я большинство работы делаю дистанционно со сборов, это где-то занимает порядка 3 часов, может, неделю. То есть, если выходной день, я сел, все вопросы решил, и все. Поэтому меня это никак не вырывает из тренировочного процесса, наоборот, я даже подпитываюсь от того, что я вижу, дети прогрессируют, это реально, я раньше немножко не понимал тренеров, ну что им за кайф, вот они как воспитатель с детьми бегают и постоянно орать на них, они не слушаются, там вот эти контролируют, а сейчас я понимаю, когда ты видишь этот прогресс, а прогресс, когда вот ребенок только пришел, там с белого пояса до желтого, там вообще сумасшедший, то есть он право-слево путал, а через 2 месяца он же бедро делает, там набрасывание, даже на скорость, это удивительно, это реально, я с этого вот кайфую. Ты говорил, что к тебе поступали разные предложения, от других стран, чтобы стать тренером, то есть вообще в твоей картине будущего, то есть это все-таки функция остается или все-таки больше таким управленцем, имея свою сеть клубов, ходить, наставлять, ездить на мастер-классы, как-то развивать более масштабно это все, или ты бы мог согласиться с ролью человека, который берет ответственность условно за 70 детей и только с ними работает? Мне интересна и та, и другая сторона, просто я понимаю, что те знания, которые я приобрел, и если я буду работать с детьми, которые только пришли в дзюдо, это просто будет нецелесообразное расходование своего времени, поэтому для меня удобнее и, я думаю, лучше будет это набрать тренеров, их обучить, им вложить какие-то знания, и чтобы они работали непосредственно с детьми и иногда появляться для того, чтобы это корректировать и контролировать. А так, ну, у меня наполеоновские амбиции, скажем так, и после завершения карьеры я бы хотел бы и совмещать эти две роли, то есть и дзюдо высших достижений, и массовое дзюдо в том числе, как бы вот такую коллаборацию сделать. Вообще, изначально была идея сделать закрытый цикл полностью, то есть дети приходят на тренировки, они тренируются, они там становятся лучше, кто-то уходит там учиться, кто-то остаётся, он становится профессиональным спортсменом, мы его поддерживаем и финансово, и со всеми делами, то есть он борется себе спокойно, там проживает эту спортивную жизнь, потом она заканчивается, и вот ему сразу поступает предложение стать тренером новым в нашей школе. Интересно, слушай, это круто. Да. Ну вот я близок к такому циклу, что у меня ребята уже подрастают. Своровать решил. Да, ты сейчас сказал, я подумал, что я близок к этому. Нет, идея на самом деле классная, когда ты воспитал сам спортсмен, и ты вложил ему своё видение в голову, и в целом по моральным качествам он соответствует, ты его знаешь с детства, то, наверное, ну это правильное решение и классный выбор. Другой вопрос в том, что это такой процесс, он очень долгий, чтобы взять, вырастить с нуля, ещё чтобы все звёздочки сошлись, он остался. Ещё круто, если он поборется где-то на каком-то уровне, что он всё это посмотрит, и его границы расширятся, просто идеально было бы. Вот, ну я надеюсь, что получится, это очень круто, но ты в любом случае бы остался в дзюдо, то есть когда вот и матэ, представим, да, сколько-то лет ты борешься ещё, 5-10, условно мы надеемся, рассчитываем, надеюсь ты тоже, и потом ты говоришь, ну всё, да, я хочу уйти в какое-то другое дело, и это всё равно дзюдо будет, правильно? Я думаю, что первое время точно, да, у меня есть определённые амбиции, тоже, ну тренерские, которые хотелось бы воплотить это первое, второе, всё-таки те знания, которые у меня есть в голове, их хочется в какой-либо форме всё равно вынести, как бы отдать людям этот опыт, я не знаю, в какой-то бы форме, у меня было несколько идей это сделать, либо как сайт, такое приложение, в котором полностью будет доскональный разбор всей техники дзюдо, до мельчайших подробностей, я изначально лабораторию дзюдо хотел, уже идея такая есть, уже там определённую мы в эту сторону движение у нас есть, лабораторию дзюдо открыть полноценную, то есть там и будет и лаборанты, то есть люди, которые будут стоять тоже на зарплате, они получают, и мы их используем для того, чтобы развивать техники, смотреть по биомеханике, какие можно новые там движения, то же самое вот то движение, которое я сделал, оно же не просто так, случайным образом вышло, оно вышло из того, что множественное повторение, проба, разбор биомеханики человека, как он, как он, в каком положении, когда находится, и вот это мне тоже интересно, как минимум, вот такое создать, что-то, что поможет многим дзюдоистам, тем более у нас какая сейчас главная проблема, то, что нету хороших тренеров в мире, ну, есть хорошие тренеры, их мало, а детей занимаешься очень много, и тогда мы даже, и была такая идея, что сделать такую систему, при которой мы дистанционно помогаем спортсменам, какие-то их ошибки, которые они не могут самостоятельно проанализировать, их исправить, то есть, например, присылают там видео соревнования, говорят, вот такая ошибка, у нас будут там магистры дзюдо, скажем так, которые, ну, опытные дзюдоисты, да, опытные дзюдоисты, которые, они садятся, они проводят консилиум, что вот, есть такая проблема, давайте, как мы ее будем решать, и мы ему берем и смотрим старые схватки какие-то, где-то есть такие же проблемы, или кто-то говорит, вот, у меня было такое решение, у меня было такое решение, это можно сделать, мы ему скидываем, например, полностью, вот тебе нужно, чтобы этот вопрос решить, тебе нужно вот, вот это делать, вот это делать, вот это делать, для этого нужно подготовительную часть ОФП вот такую сделать, работу на ковре в Checomy вот такие сделать, работу руками вот такую сделать, такую сделать, вот такая тоже идея у меня была. Звучит великолепно, просто если бы это было, потому что я, ну, например, подписан на какие-то каналы в Telegram и на платные подписан, и, блин, я бы с удовольствием подписался на тренера какого-то такого, знаешь, именитого, у которого есть результаты, если бы он делился какими-то секретами, и с удовольствием бы платил за это, потому что знания, они, ну, должны что-то стоить бесплатно, ну, не ценится практически. Согласен. Вот. И это было бы круто, но я просто сейчас представляю, насколько это сложно реализовать. Да, ну, я примерно почитал, это год времени уйдет точно. Всего-то год. На это, да. Какой-то бизнес, были ли мысли какие-то, например, а вот начну я производить там, не знаю... Перчатки. Перчатки, да, не знаю, носки там, все, что угодно, свой бренд одежды. Было вообще такое? Не, мне вот сейчас, когда я в Чечне был, я там, родственник сказал, давай купим аппарат, который делает перчатки. Нет, мысли, мысли постоянно в голове про бизнесы, это тоже мне часть очень интересна. И с точки зрения как раз-таки этого, и я школу открывал, у меня одна из идей была, то, что мне нужен опыт управленческий такой, в том числе, тлея, ну, какого-то предприятия. И посмотрим. Я пока об этом пытаюсь не думать, чтобы не распыляться, все равно уже, уже много чего в голове есть, и много чего сейчас работает. А так, ну, бренд одежды, наверное, еще рано говорит. Ну, вот, задатки есть. Мой средний брат, он веб-дизайнер по образованию, и вообще у него такой дизайнерский образ мысли, он мне постоянно скидывает, вот я там эскиз сделал, футболки вот такой крутой. И вот даже мой логотип, который у меня есть, это он придумал. Классно, мне нравится. Спасибо. И самое забавное, ну, то, что он, мне говорят, о, такой минималистичный, а в нем очень глубокий смысл заложен, и даже не один. Расскажи. Ну, там, во-первых, это он мне понравился, мне брат скинул, как презентация, он говорит то, что вот черный цвет, это черный цвет, это не черный цвет, это цвет высвешившего черного пояса. То есть там не абсолютно черный. Да, он не абсолютно черный на самом деле. Второе, он говорит то, что вот толщина этого шрифта, ну, вот надпись, она достаточно толстая там линия, он говорит, он говорит, солидный, как мой младший брат говорит, шрифт. потом там этот логотип это катакана есть такая можно сказать алфавит японском языке и он читать как то вот этот символ который нарисован одновременно это выглядит как группа как буква б на русском языке большая так и думал что это ничего себе одновременно это ну то это в одном из смыслов это значит рисовое поле то есть то что мы взращиваем как бы как глубоко да это еще не конец и самая моя любимая часть то что эти два элемента то есть там есть вот так прямой элемент и чуть поменьше элемент как бы из двух состоит это схематически выглядит как будто в один другому спину с колен делает да тебе надо карте мили видео в команду делать слушай ну круто болен но прям волос вы мне рассказал это все да на презентации ребенка приводства доставляем и мы сни на логотипе так заморочились то наверно тут вообще супер будет тренера и воспитание просто почему спросил про бизнес потому что тренировать детей это не самый высокомаржинальный бизнес это столько ресурсов требует особенно мы понимаем что здесь ты пришел купил пиццу да ты купил пиццу тебе не понравилось ты там отзыв написал мама которая привела ребенка и не понравилось или что-то вдруг случилось а случается всегда что-то ребенок недоволен родители гиперопека и это просто бум какой-то это ладно если они с тренером решают вопрос хорошо не решили администратор и вот я как руководитель могу сказать некоторые все таки до меня дозваниваться когда я узнаю в чем суть ну это просто для меня это удивление приглашаешь объясняющий не ну да да наверное все таки чуть неправильно поняли на тренер лучше знает чем ребенок что произошло то бывает такое что вот последняя ситуация ребенок говорит что как будто бы материться тренер типа на тренировку прям материться я а я знаю этого тренера он вообще в жизни не материться мы разобрались все пригласили мама с такой ненавистью и злостью когда мы пригласили ребенка спросили правда ли это он сказал да нет на самом деле это неправда а мама ну вот начала уже то есть нас винить что мы такие вот плохие а когда разобрались да нет оказывается тренер очень хороший просто не хотела сделать упражнения и вот я к тому что раз это не высокомаржинальный бизнес все-таки обычно да понятно вот я тренер мне надо как-то масштабироваться у меня довольно много детей я беру и открываю клуб а тут все-таки спортсмен еще не закончивший карьеру для меня вот это было удивительно ну вот нас нас вот основные идеи как раз ки это чтобы я получил опыт что денег ну ну мы работаем в плюс конечно но это не то что вот все все я сейчас буду на бентли но это не миллионы на а второе у нас основная задача как раз таки чтобы наши тренера хорошо зарабатывали я считаю то что у нас очень достойные зарплаты для тренеров и на самом деле когда иногда я говорю там скажи с ребятами ну я могу процент процент да ну нас я могу сказать то что вот на сайте олимпа то есть у нас система и логика одна и та же с русланом гурбанычем на сайте официально когда я даже делал несколько раз репосты инстаграме то что от 40 до 300 тысяч рублей разброс большой ну я я вот по секрету всему свету скажи сказать что я знаю тех кто зарабатывает верхнюю планку серьезно да вот чтобы вы понимали что вот какое у нас отношение к нашим тренерам это круто потому что это самое главное у нас даже наши тренера не тренера называется если кто заметил в социальных сетях у нас у них на спине надпись наставник да потому что он не только тренер он не только тренирует ребенка и его обучает чудо он его формирует как личность вот это наша основная как бы идеология слушай мне нравится все что ты говоришь это очень круто и в плане того что ты с умом подходишь к этому делу потому что ну сейчас все более ну больше осознанных школ вижу осознанных клубов где прям заморачиваются и мне прям приятно это видеть и что-то даже подсмотреть взять это всегда круто я что-нибудь наверно возьму у тебя есть пару вещей как на которые стоит обратить внимание я хочу перейти к твоим хобби и увлечениям все-таки сюда дзюдо но жизнь на одном сюда не останавливается мы как-то с тобой прямой эфир проводили и ты рассказывал про видеоигры на сегодня это живо в твоей жизни нет 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 я не знаю что со мной произошло может я повзрослел может быть просто сейчас ну у меня немножко приоритеты сменились я ну вот я на позавчера когда мы были москве я там посидел 20 минут поиграл ну как-то у меня ну нет удовольствие такого как раньше во что за файналс но я не думаю что это многие знаете но новая игра сейчас вышла я хотел попробовать не интересно было попробовать ну и как-то не знаю я не могу столько времени сколько раньше тратить тебе обидно что не можешь мне никто что обидно просто я пока не могу найти что-то другое вот что все равно я понял что в жизни нужна какая-то форма эскапизма то есть ухода от реальности для того чтобы голову чуть разгрузить чтобы ты мог не как какое-то время ни о чем не думать и пока не могу найти что-то совсем тяжело стало просто как я это увлечение потерял почему-то его потерял просто раз и все и не хочется да ну вот я я начинаю ты думаешь вот сейчас я там сяду приду домой да этот на 5 часов засяду и как-то 15 минут и все и все да и и огонек по газу душе у у меня такая ерунда произошла года три назад у меня хороший игровой компьютер дома я xbox купил себе купил xbox и поиграл в него в совокупности часов 6 наверное классные игры выходит никакого желания садишься друзья приходят и поиграешь с ним по разу давайте поговорим просто давайте о чем-то как будто пропало желание я даже вот игра у меня любимая героями чай магии 3 ну просто я тащился по ним вообще никаких эмоций не вызывает и как бы немножко жалко что это время прошло и в то же время понимаю что момент и вырос по книгам хочу поговорить в одном из интервью тоже говорил что сейчас стараешься изучать языки читать какая книга на тебя за последнее время или может быть за все время произвела наибольшее впечатление мне очень нравится у себя в голове я часто сравниваю две книги которые прочитал это граф монте-кристо и мартин и дэн мартин моя любимая серьезно да а мне очень не понравилось очень не понравилось я сейчас объясню почему мне кажется что как раз таки это два героя которых можно другу противопоставить граф монте-кристо и мартин мартин это человек который поднимается с низов ну грубо говоря так поднимается с низов и он доходит до какой-то определенной верхней точки и финансовой и положение своего познакомиться с людьми которые как бы сильные мира сего и в них разочаровывается и я боюсь что я спойлер сейчас кому-то скажу нет говори-говори на я и и в них разочаровывается и у него он ломается и он там ну грубо говоря трагически заканчивая жизнь рогически потому что да он как бы теряет смысл да да теряет смысл во всем происходящем а граф монте-кристо мне кажется это его полная противоположность это человек который невероятно тяжелую судьбу у него складывается и он идет наверх и он наоборот обретает счастье и мне кажется них разница как раз таки в идеологиях то что мартин идон и джек джек лондон же да написалось не ошибаюсь мартин айдон да вот джек лондон атеистом был и это логичное завершение это считалось как немножко даже там автобиографическая да 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 ну вот я и говорю то что при понему понятно что это атеистическая идеология и вот он ни к чему хорошему не пришел а если читать графа монте-кристо то и сам это дюма он был христианином и граф монте-кристо христианин и как раз таки это религия то что их отделяет то что вот у монте-кристо есть господь и он благодаря ему а это ему придает силы и он как бы через кризисы приходит и приходит к счастью а мартин идон он не смог не смог выйти за пришел он был один грубо говоря вот мне как мне как-то это вот эта идея понравилась очень сильно ну то что вот такая разница идеологии она реально на человека влияет я думаю ну я то имею ввиду книга с точки зрения вот спектра эмоций то есть у меня очень сильные эмоции вызвало прочтение особенно конец я капец как с ним был не согласен я просто был зол что так все закончилось и ну как же так но ты же вроде как бы все понял двигайся дальше делай что-то в плане на вот у меня есть подруга она главным редактором работает в одной из газет я не помню в питере и она горит эта книга меня вдохновляет я долго не мог понять почему она и вдохновляет вот с точки зрения взять эту жизнь и не сделать так же но попробовать пойти по этому пути и конец изменить вот с этой точки зрения она вдохновляет то есть было интересно что человек без каких-то знаний взял себя в руки и начал развиваться дошел до определенного уровня и даже когда его никто не признавал он не сдался потом конечно был внутренний диссонанс ведь я всегда делал хорошо просто вы не замечали вот и просто в таких ситуациях попробовать ну возможно не потерять себя то есть для меня вот как-то так и по вот спектру эмоций это ну топ для меня вот один я люблю читать читаю стараюсь это делать вот а еще какие то может есть то есть вот это две прям таких книг которые разочаровала да ну вот они как мне нравится их противопоставлять а так конечно граф монте-кристо мне понравился как раз ки это такая идея того что человек долго долго и тяжело шел к своей цели определенной хотя и цель наверное не сказать что многие читать неблагородно это месть но он к ней шел через терник звездам что называется и в итоге он как бы попытался заслужить искупление при том что он совершился он совершил зло ну и совершил и добро и как бы он пытался уравновесить 2 2 эти чаши и в том числе этим уравновесить свое внутреннее состояние не наверное эти мне эта книга тоже понравилась а так я очень большой любитель японии первую очередь это вообще как ботаник буду звучать мне нравится экономика японии очень сильная история и японские там экономическое чудо и так далее с конца 60-х и мне очень понравилась книга акио морита есть это президент сони и у него книга называется сделано в японии рекомендуешь рекомендую просто как минимум чтобы ну вот это же такое становление там человек грубо говоря после второй мировой он там на вот реально здание как которое было там разбомблено грубо говоря там стен не было а он там создал компанию которая стала одной из самых сильных компаний технологических но это да то есть там прорывов много было я вот читаю книгу toyota путь к совершенству круто то есть блин какие-то японцы невероятно да у них какой-то другой образ мышления еще есть такая небольшая вообще небольшая книжка тоже рекомендую прочитать это с братьями в одной упряжке называется это кассио часы который создатель сделал там вообще история такая то что они изначально делали вычислительные машины ну грубо говоря калькулятор и раньше калькуляторы были огромные такие машины и вот чтобы как чтобы его сделать он куда не купили где-то уже готовый то есть другой фирмы их отец если не ошибаюсь 12 часов он на велосипеде его вез из одной провинции другую к ним домой и вот это тоже тоже такое ну вот с точки зрения там преодоления вот это уже очень и очень интересные такие книжки еще может какая-то одна есть еще какая-то одна можно прочитать конечно андре агаси откровенно называется про теннисиста я слышал не читал ее но как бы так и слышал и она больше не про не про преодоление а про человека который тоже он пытается сам смириться сам собой то есть у него примирение такое потому что он ну если читать книгу он очень теннис не любил сильно в детстве очень сильно не любил его там заставляли но в итоге он какому-то консенсусу самим собой пришел и он его полюбил этот спорт слушай но слушая это все вообще вот в нашем подкасте у меня складывается впечатление что ты она и до этого складывалась что первых ты очень сильно располагаешь к себе очень думающий человек это очень классно что так осознанно живешь и у тебя шикарные такие планы и результаты и я очень рад что здесь находишься можешь ответить на вопрос ты на сегодняшний день счастливый человек наверное да все таки скорее счастливый чем несчастный что для тебя счастья вот на сегодняшний день что что должно быть какие составляющие чтоб ты вот это видел и ну да я счастлив вот при вот таких условиях счастье для меня наверное все таки это то что я живу по совести наверное это самое главное для меня счастье я просто за свою жизнь понял что ничего важнее нету самое важное это когда ты ложишься спать и особенно с самим собой наедине что ты вот можешь себе сам сказать да я поступил так как я хотел поступил так как надо было поступить и спокойно лечь спать они думают он да как я мог там свои идеалы грубо говоря придать мне кажется что это и есть счастье здорово я в этом плане с тобой согласен еще пару вопросов от подписчиков которые задали и и подведем итог если человек на сегодняшний день на которого ты равняешься который является ли тебя примером это не обязательно спортсмен какой-то может лидер какой-то страны или кто поэт писатель танцор музыкант мне интересно очень история есть такой президент бывший президент тингапура лик ван ю вот такой но он очень сильно тоже для своей страны сделал как бы поднял экономику по сути с нуля очень интересная история тоже советую про него почитать посмотреть а так наверное мой старший брат он не знаю меня всегда удивляла то его вот именно фанатизм только который он к спорту подходит это просто поразительно человек выходной день тренируется почти почти каждый день и и кайфует от этого я всегда не осмотрел думал но это вообще но это невозможно а и на самом деле благодаря ему он очень сильно меня сформировал и я ему за это благодарен он не давал мне быть ленивым то есть когда я хотел по лениться вот у меня на него смотрел гол нет ты отец ты завтра об этом пожалеешь давай им тренировку и поэтому наверное вот эти два человека и еще один вопрос это от женского по вопрос на сегодняшний день свободно ли твое сердце мое сердце свободно свободно до ближайшем будущем планируешь ли ты жениться семья или это не это не планируется или я имею ввиду это должно произойти как-то вот так это невозможно очень сложно очень сложный вопрос я сейчас сфокусирован на результате конечно но можете попробовать может почту для заявок конфеты ставить да нет все все мои социальные сети вы знаете все понятно я бы хотел сказать тебе огромное спасибо было невероятно интересно и попросите отдать совет для вот именно юных спортсменов которые сейчас на пути становления самый лучший совет это ничего не бойтесь жизнь не такая страшная как вы думаете и самое главное работайте и живите в первую очередь для себя и делайте то что вы считаете нужным до родители бывают они пытаются какие-то новом вам сделать там лучше они или думают что делают вам лучше в любом случае вы должны прислушиваться к себе потому что я как я говорил когда вы ложитесь спать вы освещены с самим собой наедине и это самое главное работайте над собой не жалейте себя это тоже очень важно очень многие сейчас тем более такое время когда такое не скажем так жестокое отношение к самому себе это считается ненормальным у нас все 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 психологами стали и это на самом деле это делает человека слабым а чтобы добиваться высокого результата чтобы становиться лучше вы должны быть сильными это отличный совет друзья наш подкаст подошел концу хочу мы оба хотим увидеть в комментариях обратную связь что вам понравилось что не понравилось мужские то вопросы я сегодня не задал тамерлан на них не ответил пишите нам это очень важно мы все читаем подписывайтесь на наш канал спасибо большое тамерлан было очень интересно спасибо ну по моему бомба а мне понравилось антон тебе как ну и и и и